здравствуйте друзья здесь демитков юрий ну что приуныли хочется какого-то позитива я смотрю сейчас все рынки падают на самом деле и смотрю те каналы которые рассказывают про акции про фондовый рынок и там в общем сказать у многим у многих конечно ну настроение немножечко упала там у сергея елисея вот киры юхтенко вот куда вкладывать непонятно но я давно уже ну не выходил в эфир почему потому что когда рынке падают время делать деньги и еще я веду сейчас курс по опционам сейчас самое самое интересное достаточно сложная тема поэтому я так реже стал выходить со своими выпусками потому что там просто колоссальное интересно все происходит и сейчас я вам покажу чтобы вы не расстраивались что есть варианты как можно заработать на падении причем на таком резком падении можно так резко и заработать и когда я говорил что последнее время все вы замечали что я все про ноты какие-то и про срочный рынок какой-то да еще и про опционы но скукотища согласитесь да это же очень очень рискованно и это действительно так и это рискованно когда не понимаешь о чем речь идет а когда немножечко начинаешь вникать то это очень даже интересно ну вот посмотрите последние результаты ну скажем за сегодня вот посмотрите результат за сегодня плюс 10 целых тридцать четыре сотых процента плюс 10 процента результат за один день но в цифрах можно не смотреть там сто восемьдесят одна тысяча но тут сколько вложено столько вложено 10 процентов за один день но это не так интересно интереснее намного вот этот график посмотрите доходность к средним активам за месяц вот они 30 дней процентов процентов за месяц когда все рушится и причем это в среднем у меня вы думаете что я продал акции нет ничуть я не продавал акции более того я их докупил да они падают у меня это как бы ничего страшного потому что на срочный рынок позволяет на этом зарабатывать я какую-то часть средства я вкладывал срочный рынок для подстраховочки и страховочка сработала что такое страховка страховка это те деньги которые вы вот куда-то вот положили в страховку и если ничего не произошло то эти деньги сгорели вот это и есть опцион в принципе по сути своей а если что-то случилось то значит соответственно вам выплачивают денежки страховая компания но вот опционы это они позволяют так подстраховаться и я не только подстраховался на когда уже все стало ясно и когда сам начала рушиться я подстраховался застраховался и перестраховался ну вот поэтому вы видите вот такие результаты потому что смотрите что такое кризис кризис это когда идет перераспределение средств от кого-то кому-то а тех кто не понимает что надо делать во время кризиса к тем кто понимает кто готов а кто готов но тот кто понимает какие инструменты тот кто готовился к этому вот что я хочу сказать откуда такие результаты получились ну я могу вам показать вот результат за сегодня интернет трейдинг плюс 31 тысяча самостоятельное управление и из плюс 149 тысяч ну 150 тысяч за сегодня но это не окончательный результат самое интересное будет в среду и в четверг то есть 19 числа он у нас истекает опционы по индексу ртс и это результат не просто не окончательный он еще далеко не окончательный ну давайте посмотрим на чем он получился вот торговля я внимание я хочу сказать сейчас только одно что не пытайтесь сделать вот сейчас то же самое те позиции которые куплены у меня во первых у вас это не получится потому что это надо было делать тогда когда все начиналось страховочку сейчас уже поздно сейчас надо расслабиться и наблюдать вот 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 так росли активы но было вложено в начале сто восемьдесят три тысячи сейчас восемьсот семьдесят пять тысяч вот здесь вот я их докладывал сто тысяч рублей мне пришлось до внести потому что там было ну это было необходимо сделать потому что нельзя было двигать позиции нельзя было открывать новые позиции уже все запредельно было вот то есть смотрите сто восемьдесят три тысячи добавил еще сто тысяч то есть двести восемьдесят три тысячи и соответственно ну а в начале месяца было сто семьдесят где-то вот так и ста семидесяти тысяч восемьсот семьдесят пять тысяч доходность за 30 дней сто девяносто семь целых восемьдесят восемь сотых процента она не окончательная смотрите торговля свободно обеспечивать тут еще деньги и сейчас вложим вот смотрите вот она открыта опционная стратегия дело в том что в опционах надо понимать и опционы не работают по одиночке это очень сложно и там нужно применять опционные стратегии и о том как это делать я как раз рассказываю сейчас на курсе по опционам на ссылочку вы увидите в моем описание демитков юр точка ком в самом центре кнопка опционы там я обо всем этом рассказываю сразу могу предупредить что это очень очень сложно очень сложно и я пытаюсь донести но те кто прошел биржу для чайников и те у кого ну какие-то на техническое образование есть они более-менее понимают но для остальных я пытаюсь донести получится или нет я не знаю потому что но это действительно сложная вещь вот но сейчас вот вы видите мои опционные стратегии и они очень разнообразные и большинство из них вы видите ну то есть не большинство они по сути своей такие вот они убыточные стратегии видите вот восемьсот семьдесят пять тысяч рублей тем не менее обзор а сумма выросла вот как так а вот так она сначала выросла потом упала но за сегодня 20 тысяч откуда взялось что непонятно дело в том что вот опционы вот такая штука она они она непонятная понимаете то есть смотришь вроде убытки осмотришь насчет прибыль вот так поэтому здесь прежде чем соваться сюда но надо смотреть вот смотреть надо вот сюда на самом деле и вот сюда вот она и вот финансовый результат 6009 тысяч плюс и это еще не все вот такая штука эти опционы и вы видите что разобраться в них практически очень сложно очень сложно и именно и поэтому их надо изучать и после того только только после того как я разобрался я стал на этом зарабатывать и почему я начал заниматься именно опционами потому что во время кризиса который в принципе но как-то была вероятность что он случится и и это но сначала я покупал в виде страховочки я их терял я терял деньги я пытался заработать и терял я пытался заработать и терял потому что не понимал и наконец когда я понял как действовать у меня начались прибыли на срочном рынке срочный рынок очень хорош когда именно вот падение падение единственный рынок на котором можно заработать во время падения это либо срочный рынок и либо облигации хоть как-то сохранить деньги позволяют либо вот те самые ноты про которые я рассказываю что такое ноты а ноты это как раз конструкция из опционов и их надо понять потому что кажется невероятным что когда все падает а мы получаем скажем гарантированную доходность но но ты что это такое ноты для тех людей которые не понимают что такое опционы и боятся их и правильно делают потому что в опционах вот здесь вот страшные цифры вы видели убытков у меня вы скажете почему же я их не закрою а вот опционы такая штука что когда возникают убытки мы не можем закрыть убыточные позиции и вот вчера я выяснил что закрыть то можно только те позиции которые приносят прибыль в настоящий момент а зачем их закрывать если они приносят прибыль то есть все зависит от того как построена опционная стратегия в самом начале и вот все это надо понимать но чем хороши ноты тем что это готовый продукт для обычных людей которые ни о чем не хотят ну как бы усиленно заниматься просто хотят инвестировать и получать хорошую доходность ну скажем 20 процентов годовых в рублях хорошая доходность хорошая сейчас такого не найдете ни в банке не в облигациях не найдете 20 процентов годовых в рублях я говорил про них неоднократно и сейчас вы увидите ссылочки вот там вот значочек и будет плейлист и там про ноты от брокеровского дома открытия номер один номер два номер три они доступны абсолютно всем минимальная сумма инвестиций 250 тысяч рублей кроме того есть крупнейший брокер в россии бкс который предлагает максимальный набор всяческих вот таких нот и защитных инструментов во время кризиса там намного больше всего намного интересней да в открытии я еще недавно рассказывал про ноту в валюте она вот запускается буквально сейчас на этой неделе уже и я рассказывал что она дает гарантированную доходность в районе шести с половиной процентов годовых в валюте то есть валюта выросла там на 20 процентов и плюс еще шесть с половиной процентов в валюте вы получаете доходность гарантированную нота рассчитана на три года и я рассказывал что там доходность гарантированная шесть с половиной процентов годовых в долларах так вот все это изменилось уже семь с половиной потому что волатильность высокая семь с половиной процентов годовых в долларах очень даже рекомендую Единственное ограничение там от 10 тысяч долларов сумма и для квалифицированных инвесторов. Для неквалифицированных есть еще широчайший набор. Опять же вы увидите ссылочку у меня под видео на брокера БКС. Там надо зарегистрировать брокерский счет и открывать ноты. Ноты это вот у БКС это конек, все остальное там дороговато, там комиссии высокие. Но в нотах лидирует конечно же брокер БКС. Поэтому я буду рассказывать про ноты от брокера БКС. Заходите, смотрите. И мой сайт demetkov.ur.com там появилась новая кнопочка брокер БКС ноты. И я буду тем кто оставит свои данные, я буду скидывать информацию по нотам от БКС. Ну и не только я, вам позвонят просто представители брокера. И предложат самые лучшие для вас варианты. Но могу сказать, что там от 300 тысяч рублей. Для всех абсолютно доступно. Масса всего интересного. Ну а тем кто хочет самостоятельно зарабатывать вот такие деньги. 30-40% в месяц на падение. Но такого падения уже больше не повторится. Поэтому, ну больше 10% вряд ли стоит рассчитывать в месяц. Но тем не менее, это возможно практически всегда. И об этом я рассказываю на своем курсе по опционам. Там же сайт demetkov.ur.com. Кнопочка опционы центральная. Если вы еще там не зарегистрировались, зарегистрируйтесь. Курс ведет в записи. Он сейчас уже подходит к концу. То есть, сейчас вы еще рискуете попасть на живые занятия. Но это будет для вас абсолютно бесполезно. Потому что там мощнейшая теория в самом начале. Продолжение, продолжение. И там мы постепенно все усложняем. И усложняем, и усложняем. И самое сложное занятие было у нас во вторник. Потому что там я больше трех часов рассказывал обо всем. Пытался объяснить как можно более доступно. Но, к сожалению, высшая математика уже. Ничего не могу поделать. Я пытаюсь объяснить ее простыми словами, как могу. Ребята говорят, что да, вполне доступно. Все понятно. Но я подозреваю, что не всем. Давайте посмотрим сейчас, что с акциями. Я ничего не скрываю. Смотрите. Вот они акции. Вот, очень интересно, кстати, что у меня с акциями. Вот, посмотрите. Это моя облигация. Мы видим, что она упала. РУС-28. Сейчас 168% от номинала. Она упала со 175% от номинала до 168. Но это облигация в долларах. А доллар, вы знаете, резко вырос. То есть, вот это вот моя инвестиция. Она... Ну, во-первых, я покупал ее 162% от номинала. И я уже говорил, что это, наверное, последнее, с чем я расстанусь. Вот. Это именно вот эта облигация. Дело в том, что здесь нет налога на валютную переоценку. Может быть, ее еще... Ну, вот сейчас стоит в нее войти. То есть, она дает доход в валюте очень даже неплохой. Вот. Смотрим дальше. Полиметал. Когда я рассказывал про акции, я рассказывал, что, ребята, лучше покупать акции золотодобывающих компаний. Вот она. Полиметал. Золото, серебро. Ну, в основном серебро. Она выросла. ГМК Норникель. Смотрим. Да, он упал, но он в плюсе. Он упал только последние пару дней. Но он еще в плюсе, в хорошем плюсе у меня. И ГМК Норникель – это во многом палладий. Вот. Драгоценный металл. Полюс. Вот это чисто золото. Золото, добывающая компания. Все хорошо. Посмотрите, у меня раз, два, три, четыре. То есть, здесь отсортированы компании по доле, по проценту активов в портфеле. 43% – это Россия 28 евробонд. И вот эти вот, они у меня выросли. Следующая доля – Газпром. Да, Газпром. Посмотрите, куда он свалился. Он упал. Что с Газпромом? Он упал. Сургут, нефть и газ, префы. Вот. Посмотрите, как они взлетели. Вы знаете, почему они взлетели? Потому что сургут, нефть и газ – это больше ни нефти, ни газ. Это огромные накопления в валюте. Вот что такое сургут, нефть и газ. Валюта выросла в цене, сургут, нефть и газ вырос в цене. Привилегированные акции дадут максимальные дивиденды. Вот. Несмотря на падение, я их держал, продавать не собираюсь. Посмотрите, пока у меня из всех вот перечисленных, то есть самая большая доля в портфеле. Сейчас пока в убытке только Газпром. Все остальное у меня в плюсе. Распадская. Ну, здесь будет полный швах. Смотрите. Ну, вот она. Минус. Почему? Потому что это угольная промышленность. Я вам сейчас, в общем-то, вряд ли посоветую покупать распадскую. Но сургут, нефтегаз – да. Полюс – да. Полиметал – да. ГМК, норникель – да. Россия – 28. Ну, это евробонд. Выберите тот, который вам подойдет. Облигации в валюте. Яндекс. Ну, он у меня еще в плюсе. Но когда кризис, падают хай-теки. Ну, почему-то Яндекс вот так сильно не упал. Ну, все хорошо с Яндексом. Система. Система очень здорово обвалилась. Пока еще в плюсе. Ну, не факт, что она останется. Аэрофлот. Аэрофлот идет на посадку. Все рушится. Но у меня 3,44%. Я его недавно докупил. Он падает, но Аэрофлот будет платить дивиденды. И все там будет нормально. Лукоил. Ну, в общем, одно из максимальных падений. Новотек. Да, падение. Да, хорошее. Татнефть. Ну, только ленивый уже не говорит, что Татнефть рушится. Вот она у меня. Я ее не продавал. Но у меня 1,69% от моего портфеля. На Мосбирже. Газпром нефть туда же. Обувь России туда же. Ну, обувь России это вообще просто вот, ну, очень маленькая компания. Просто вот так, для эксперимента, можно сказать. И многие могут сказать, ну, что же ты, Юра, ты говорил, что ты купишь Тинькова, а его нет. Вот он, ребята. Я его купил, Тинькова, на бирже СПБ. То есть, я купил его в виде, за валюту на лондонской бирже. Вот они. Здесь, ну, полный развал и шатание. То есть, Сина Корпорейшн, это китайская компания в минусе, в хорошем. Pfizer, американская фармацевтическая компания, крупнейшая, в хорошем минусе. Nike ушел вниз. Hewlett Packard ушел вниз. Alexion Pharmaceuticals ушел вниз. Reata Pharmaceuticals сейчас в плюсе. Тиньков в минусе. Я хочу докупить Тиньков. Почему? Потому что, первое, Тиньков показал очень хорошие результаты по отчетам. Прибыль выросла на 30%. Это первый фактор. Второй фактор. Сейчас просто вышла негативная информация по Тинькову. Там на Тинькова наезжают и у Тинькова болезнь. Поэтому акции Тинькова упали. Сейчас что делает TCS Group? Она, во-первых, показывает прибыль. Ну, прибыль это логично. Она как бы так и должно быть. Но, кроме того, что она показывает прибыль, они объявили buyback. И они объявили, что они будут выплачивать дивиденды. Я точно совершенно часть прибыли вложу в Тинькова. Вот точно совершенно. Ту, которую я получу 19-го числа. И вот то, что я бы рекомендовал, это Тиньков сейчас. И не смотрите на весь негатив. Он вырастет. Cisco Systems упала и... Не знаю, когда вырастет. Expedia Group упала. Не знаю, когда вырастет. Xilinx Inc. тоже упала. Когда вырастет, не знаю. Вот. Ну, а с нефтью все хорошо. Хроника пикирующего бомбардировщика. То есть, чем ниже она упадет. Вот, посмотрите. Вот она, моя стратегия. Вот моя прибыль. Посмотрите сюда. Вот это текущее состояние. Чем ниже она упадет, тем больше. Это моя прибыль. Тем больше будет моя прибыль по нефти. Вот так все построено. А вот столько вот, ну, как бы уже получено, можно сказать. Вот. По индексу РТС. Сейчас я вам покажу. По индексу РТС. Вот оно. Чем ниже упадет индекс РТС, тем больше я получу. Ну, если кто знает по курсам, по опционам, то по РТСу у меня сейчас минус 11 дельта. Ну, текущая дельта, вот она красная, минус 12. Ну, насколько это круто. Те, кто проходит курс биржи для чайников, уже понимает. Вот. Минус 19 по нефти дельта. Если кто-то понимает, то нормально. Вот такая стратегия. Минус 19 по дельта. Смотрите. 26.03 экспирация по нефти. И 19.03 будет очень интересная экспирация по индексу РТС. Они у меня на разных счетах. Я буду об этом рассказывать. Оставайтесь на моем канале. А сейчас, если вы, так сказать, как бы поняли, о чем речь, то, собственно говоря, курс, опционы. Если вы еще не записались, записывайтесь. Только там и можно делать деньги на падение. До встречи. С вами был Демитков Юрий.